здравствуйте уважаемые дамы и господа на связи алексей кузьмичев и сегодня у нас с вами будет небольшой она очень интересный видеоурок в котором я покажу вам одну очень нестандартную обработку мы с вами будем работать вот с такой вот летней фотографии и превращать ее в зимнюю фотографию многие наверное спросят меня для чего мы это будем делать если можно просто взять зимний снимок и работать уже с ним отвечу вам для того чтобы вашем арсенале появился новый метод обработки и также для того чтобы просто получить удовольствие от процесса поэтому давайте начнем и обработаем быстренько нашу фотографию и так первое что нам с вами необходимо здесь сделать это избавиться по максимуму от зелени сделаем это очень просто при помощи специального фильтра под названием цветовой диапазон выбираем его у нас открывается вот такое вот окошечко в котором нам с вами необходимо при помощи пипетки выбрать зелень щелкаем по зеленому участку который у нас здесь есть примерно здесь да и как видите что у нас изменяется черные области на вот этой маске это то что нас не попадает выделения а белые это соответственно то что у нас с вами выделиться при помощи ползуночка разброс вы можете регулировать количество тонов которые будут попадать у вас в выделении в данном случае я поставлю где нибудь его на 95 процентов важно чтобы модели у вас в данном случае у меня это ложки девушка не участвовали в выделении чтобы у нас образовался примерно такой силуэт то есть вы подбираете данные параметр опытным путем смотрите как эффект будет смотреться на вашей фотографии выставляете его уже здесь примерно вот так вот давайте оставим нажимаем здесь ok у нас загружается выделение и теперь просто создаем новый пустой слой и заливаем его белым цветом выбираем на палитре белый цвет и нажимаем комбинацию альбел теперь выделение можно снять у нас с вами получился вот такой вот результат как вы видите зелень кое-где у нас спряталась если эффект кажется слишком слабым можно продублировать данный слой нажать комбинацию control j и эффект у нас с вами усилится как вы видите таким вот образом а также чтобы избавиться от остальной листвы мы будем использовать другой корректирующий слой этот цветовой тон насыщенность выбираем данный слой выбираем здесь питочку также и щелкаем по зеленому участку который у нас остался и понижаем просто насыщенность данной области где-нибудь до минус 80 я думаю и можно немножко увеличить яркость где-нибудь вот так таким образом мы избавились от зеленых оттенков на нашем сайте как вы видите вот да и вот после фотография у нас уже в принципе приобрела вот такой вот красивый зимний вид но дополнительно можно поработать при помощи специальных фильтров чтобы ее немножечко тонировать давайте это сделаем нажимаем комбинацию shift control alt е на клавиатуре чтобы создать объединенную копию наших слоев и теперь переходит пункт фильтр и выберем здесь color effects pro первым делом я хочу немножечко добавить детали на наш снимок при помощи фильтра detail extractor настраиваем здесь параметры по своему желанию нажимаем на кнопочку add фильтр и также добавим еще немного контрастов при помощи пункта тонул контраст переходим здесь настройки смотрим что у нас изменилось можно добавить еще немножко теней чтобы у нас модели лучше отделялись от фона и также нажимаем здесь на кнопочку это фильтр также давайте немножко затонируем нашу фотографию для этого переходим в пункт cross processing и добавим какую-нибудь здесь холодную зимнюю тонировку сейчас мы что-нибудь здесь найдем вот я думаю такой вариант нам подойдет настраиваем прозрачность примерно 25 поставим нажимаем на кнопочку add фильтр и на кнопочку ok итак у нас с вами получился вот такой вот результат как вы видите также если у вас нету данного фильтра вы можете тонировать фотографию при помощи корректирующего слой цветовой баланс к примеру просто перетаскивая здесь ползунок средних тонов то как так как вам нужно добавить холодного оттенка в средние тона в тени чтобы получить нужное вам тонирование в данном случае я его использовать не буду меня здесь вполне все устраивает единственное можно все-таки наверно немножко добавить холодного все-таки в средние тона примерно так чтобы фотография была немного холоднее и последним финальным шагом можно добавить какую-нибудь текстурку снега сюда чтобы у нас образ нашей зимней фотографии был закончен нажимаем control v чтобы поместить сюда нашу фотографию растягиваем ее по размеру кадра вот таким вот образом нажимаем клавишу enter режим наложения ставим на экран а и как видите у нас появляется вот такая вот легкая метель здесь чтобы текстурка вписалась получше на нашу фотографию можно немножко размыть для этого переходим в пункт фильтр размытия в движении и размываем примерно под углом 40 45 градусов со смещением где-нибудь в 30 пикселей так чтобы у нас создалось впечатление падающего снега вот таким образом нажимаем здесь клавишу ok смотрим до и после как вы видите там где у нас белые участки текстурку особо-то незаметно но там где у нас стоят модели снег очень и очень хорошо заметен поэтому оставляем так также можно усилить резкость финальным шагом shift control и нажимаем и переходим в пункт фильтр усиление резкости контурная резкость вот немножко здесь усилим нажимаем ok и теперь мы можем посмотреть уже на финальный результат который нас с вами получился как видите до и после а вот такой вот несложный прием позволит сделать любую вашу фотографию зимний я надеюсь данный урок вам понравился и вы узнали из него что-то новое с вами был алексей кузьмичев и до встречи в следующих видео уроках